Прямые выборы мэра Братска Это лишь 40 тысяч человек. Меньшинство. Хотя с самого утра, как журналистам рассказали, на некоторых избирательных участках были даже очереди, но они достаточно быстро рассосались. Брачане, несмотря на воскресный день и пасмурную погоду, шли выбирать мэра и новый состав городской думы. Некоторые также принимали участие в довыборах депутата законодательного собрания Иркутской области. Утром 14 сентября наблюдательные брачане стали подмечать у некоторых избирательных участков странные автомобили с не менее странными людьми. Эту пятерку наблюдатели одного из участков приметили еще в половину десятого утра. До обеда она стояла с включенным двигателем. Периодически к ней подходили молодые люди и девушки. Потом, неся что-то за пазухой, выходили, как на этих кадрах. Вы тут достаточно давно уже стоите, мы просто заметили. Мы туда-там снимали, вышли. Вы ждете кого-то? Да. Кого ждете, если не секрет? Родственников. Родственников? Да. А две молодые девушки? Да. Это ваши родственники? Да. Вы так долго ждете родственников своих? Не знаю, просто. Вы в машине девчонки сидели много. Это что за машина была? Знакомого. Знакомого? Да, у меня ничего нету, проверьте меня. А что в толпу? Бэджи вопрос. Сергей Серебренников. Мой работник подошел, сказал, что ему предлагали вот с этой машины, девчонке предлагали тысячу рублей. Потом два пацана здесь у них брали деньги и пошли вот по этому, по 11-му дому, по 9-му дому, постояли в подъездах. Народ выходит, они им свои деньги и перебегают в другие подъезды. Однако за руку журналистам никого поймать так и не удалось. Если скупка голосов и была, то съемочная группа, скорее всего, отпугнула предприимчивых молодых людей. В избирательной комиссии отметили выборы, в целом прошли спокойно, а вот особой интриги не получилось. В первую очередь по выборам мэра. Главой исполнительной власти в Братске стал Сергей Серебренников, за которого проголосовали почти 57,5% избирателей, пришедших на участки. На втором и третьем местах два Константина – Полосин и Климов. Своего избирателя нашел даже безработный из Калининграда Денис Кузнецов, который, как самовыдвиженец, хоть и собрал подписи в свою поддержку, но фотографию в избирком почему-то не направил. За кандидата без лица проголосовали 368 брачан. А бывший градоначальник Константин Климов, по всей вероятности, с политикой решил завязать. Во всяком случае, после подведения итогов на его страничке в Фейсбуке появилось такое сообщение. Ну вот и все. Закончился политический этап моей жизни. Брачане сделали свой выбор. Выбор, который я уважаю. Совсем немного земляков отдали свои голоса за меня, но от этого каждый из них ценнее и дороже. Спасибо, друзья. Я искренне поздравляю Сергея Васильевича Серебренникова и его штаб с уверенной победой. Я поздравляю своих бывших коллег по партии «Единая Россия». У вас все получится. Если за это время я кого-то обидел, не держите зла. Мир вашему дому. Жизнь продолжается. Между тем, сами брачане, или во всяком случае те, кто пришел на выборы, возлагают на нового мэра большие надежды. Спектр вопросов, которые новому главе города придется решать в ближайшее время, по мнению рядовых брачан, очень широк. И, кстати, год от года этот спектр не меняется. Экология, жилищные вопросы. Потом, ну, чтобы город наш. Спокойно, чтобы был. Спокойно, живый. Я хочу, чтобы он был хозяйственником, чтобы для города строительство дорог, строительство жилья для молодых. Ведь молодежь уезжает, тысячами уезжает молодежь, и скоро город-то пенсионеров останется. Да, порядка, вообще хорошие дороги, нормальные. Не знаю, что еще. Детских площадок вообще не хватает очень-очень. Вот мне платы. Заработные платы, чтобы. Какими качествами должен мэр Братко обладать, на ваш взгляд? Честный человек должен быть. Честность. Справедливость. Чтобы он не на себя работал, а чтобы он для города работал. Ну что, Елизавета Григорьевна, мы вас поздравляем с этим знаменательным событием в вашей жизни. Вы первый раз пришли отдать свой гражданский долг, изъявить свою волю при проведении голосования. И вот это чисто символические подарочки от депутатов по выборам законодательного собрания и по муниципальным выборам. Для многих прошедшие выборы стали первыми в жизни, а для Братска – особенными. Не только потому, что брачанам вернули право выбора мэра, но и потому, что выборы в городскую думу проходили по новой системе, смешанной. 12 депутатов избирались по одномандатным округам, еще 13 – по партийным спискам. В итоге – 100 кандидатов. Конкурс – 4 человека на кресло. Депутатская. Мама подсказала, сказала, что проголосу лучше. Это вот, это вот. Я и решился пойти проголосовать. Ты послушал маму? То есть, у вас есть впечатление о кандидатах на меопартиях? Нет. Понятно, что при такой жесткой конкуренции нужно было постоянно быть на виду. Большинство кандидатов в депутаты не стали ограничиваться публичностью во время избирательной кампании. Так, на четвертом округе кандидат от ЛДПР Олег Попов разъезжал вместе с выездной избирательной комиссией к тем людям, которые самостоятельно на участки прийти не могли, что некоторые наблюдатели расценили как агитацию в день голосования. Кандидат, он не с нашей машиной, он едет следом, заходит в квартиры за членом комиссии. Мне сказали, если он просто вот наблюдает, он имеет право. Если он агитирует... Ну, вы же понимаете, что разница между просто наблюдает и агитирует огромная вообще. Я понимаю. То есть, это практически недоказуемо, ни то, ни другое. Это вот такой человек, который, видимо, таким путем решил заработать себе голосование. Вы передайте по поводу, здесь появится, что жалоба в цик уйдет, и проблемы будут у него. Да, да, обязательно. Как и с выборами мэра, выборы по партийным спискам прошли без особой интриги. Ожидаемое большинство получила «Единая Россия». За нее свой голос отдали немногим более 40% избирателей. Места в городской думе получат также КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Партия Родина». Большая часть из 13 мандатов для депутатов-списочников, исходя из набранного процента, достанется единороссам. Остальные – указанным партиям. Но кто займет списочные места, станет известно только в ближайшее время. Большинство депутатов от «Единой России» одержали победу и по одномандатным округам. Так в Думу Братска 6-го созыва войдут единороссы. Эдуард Демин, Александр Большишапов, Аркадий Нестеренко, Михаил Ермаченко, Сергей Коноплев, Лариса Павлова, Денис Кожуров и Сергей Московских. Последний, кстати, всего на два голоса обошел по 11-му округу Александр Юделевич от партии «Справедливая Россия». Зато «Справедливая Россия» одержали победу в энергетике. Два округа в жилом районе остались за Светланой Петрук и Валерием Пигаревым. Еще один депутат-одномандатник прошел от КПРФ. В 12-м округе более чем уверенно победил Роман Кляин. У ЛДПР тоже один депутат на округе. Это Эдуард Малиновский. 25 депутатов городской думы в ближайшее время приступят к работе. Наказов у рядовых брачан к народным избранникам найдется достаточно. Во дворах, чтобы порядок был. А у нас разве не порядок сейчас во дворах? Кругом дыры в асфальте. Асфальт не проложен. Куча тротуаров разбитых, раздолбанных. Никому дела нет. Все-таки будут болеть за то, чтобы город развивался, чтобы мы нормально жили. Чтобы не было никаких эксцессов с вышестоящей властью. Чтобы молодежь оставалась в городе. В общем, все, чтобы было окей в городе. Лучше дороги и больше зарплата людям. Больше ничего. Кроме муниципальных выборов, в некоторых микрорайонах Братска прошли до выборы депутата законодательного собрания Иркутской области. И здесь победу праздновал кандидат от «Единой России» Сергей Белокобыльский. Напомним, в прошлом году на 10-м округе по выборам депутатов Заксобрания победил Виталий Шуба. Однако позже его делегировали в Совет Федерации. И место одного депутата от Братска в областном парламенте стало вакантным. Напомним, что мэра Братчане избрали на ближайшие 4 года городскую думу на 5 лет. Насколько будет продуктивна их работа, Братчане увидят уже в ближайшие месяцы. Таким образом, если не произойдет никаких эксцессов и в Братске вновь не будет введен институт сити-менеджера, а дума Братска не будет распущена досрочно, то будущие выборы градоначальника нас ожидают в 2018 году, а думу седьмого созыва будем избирать в 2019. Андрей Васильев, Руслан Сидорович, Влада Анцупова, Сергей Мажитов. Телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова